Год назад пройти по улице Челюскинцев было сложно. Участок от проспекта Ленина до Новосадовой был покрыт торговыми развалами. На нелегальную торговлю и грязь от лотков жаловались жители ближайших домов. Сегодня картина иная. По правую сторону улицы благоустроенный новый тротуар с лавочками и клумбами. Вот эту территорию в прошлом году за деньги районного совета мы ее благоустроили. Здесь будет большая клумба. Я думаю, одна из самых красивых, которые на этой территории. Теперь задача очистить от лотков и киосков и вторую сторону улицы. Жителей беспокоит и торговля с автомобилей, как и сами грузовые машины, припаркованные прямо во дворах, рассказали активисты главе Самары Олегу Фурсову. Вот у нас вот эти две машины, здесь организована незаконная торговля. Они просто превращены у нас в склады. То есть они всю зиму стоят. Если вы увидите, то там не чистится дорога, потому как невозможно просто это сделать. Просим, пожалуйста, убрать. А там наверху еще вот одна большая машина стоит. Собственников автомобилей разыщут вместе с полицией, чтобы убрать сомнительные передвижные торговые точки. Весной в приоритете вопрос благоустройства. Горожане готовы помочь с уборкой своих дворов и озеленением. Интересуются, будут ли бесплатные саженцы. По кустарникам сейчас нужно сделать заявку в управляющую компанию. Эта заявка будет аккумулироваться в районе, и они будут информировать нас. 3000 греев кустарников мы готовы отдать на апрель. В этом году к весенней уборке новый подход. Дворы, где люди проявили наибольшую активность, будут благоустраивать. Персональные поощрения в виде билетов на концерты и выставки. Дисконтных карт на скидки в магазинах получат и самые усердные горожане. К преображению Самары подключились и коммерческие компании, рассказал Олег Фурсов. В этом году строительные компании в рамках субботника сказали нам, «Давайте мы деревянные дома в старой части города сами покрасим». Вот это очень важные изменения в нашем городе. Их надо, конечно, поддерживать всем нам. Если мы выйдем на субботник, работа найдется всем, и мы потом такое удовлетворение с вами получим, что город меняется. Это очень важно. Проблемные точки Октябрьского района, как на ладони, во время объезда. Маршрут выбрали не парадный. Проезжают и по небольшим улицам Ярошевского, Потапова, Гаражная, Лукачева. Здесь и большинство замечаний. Особое внимание обратить на подбор мусора, обрезку деревьев, в состоянии рекламных конструкций и остановок, поручает глава города. Рекламные конструкции тоже надо помечать. Вон обклеены они. Была практика, когда обматывали рабицы и столбы, и основание рекламных конструкций может вернуться. Уже можно приступать и к покраске ограждений. В порядок необходимо привезти и заборы. Тут предстоит поработать с хозяевами частных домов. Замечания, выявленные во время объезда районным властям и муниципальным предприятиям, поручено устранить в кратчайшие сроки. Марина Кравцова, Константин Головин. События.